история с криптовалютами в частности с биткойном в эстонии началась не так давно это буквально несколько лет тому назад у нас состоялось скажем так одно гражданское дело производства поскольку один крипто энтузиаст решил продавать биткоины в целях популяризации данного явления в совсем маленьких количествах и поскольку тогда в европе и в эстонии тем более эта деятельность никак не регулировалась он думал что все будет хорошо и никаких проблем у него не возникнет он ошибался проблемы у него возникли проблемы у него возникли с эстонской финансовой полиции которая посчитала что эта деятельность подпадает под действие антиотмывочного закона эстонского несмотря на то что никаких дефиниций относительно виртуальных валют на тот момент в законе прописано не было и более того в процессе судебной тяжбы этот антиотмывочный закон потихонечку дополнился и как бы ретроактивно там появилось такое понятие как альтернативные платежные средства под которые в общем-то и прописали те биткоины которыми торговал тот несчастный крипто энтузиаст в общем он судился долго к сожалению как показывает практика он проиграл как как обычно в таких случаях в итоге дело дошло до верховного суда и суд постановил что эстонская финансовая полиция имела право потребовать с этого крипто энтузиаст информацию о том кому он продавал для каких целей кто эти люди каким образом он их идентифицировал и в дальнейшем верифицировал естественно чего этого он не делал поэтому там нахлобучили его по полной программе говоря простым языком вот с тех самых пор прошло не так много как мы все знаем в европе вступила в силу 4 мл директива и дополнение к ней который называется иногда 5 мл директивой и в конце прошлого года официально в соответствии с общей европейской линии эстония приняла новую версию антиотмывочного законодательства где прописала четко определение что такое виртуальные валюты и что для того чтобы работать с этими валютами на именно предлагать обмен виртуальных валют на виртуальный или фиатный и наоборот а также услугу хранения этих виртуальных валют так называемого кошелька до для этого нужно получать две лицензии точнее говоря это даже не лицензии разрешение на экономическую деятельность которые выдает как раз таки эстонская финансовая полиция и также немаловажное дополнение в рамках обновления этого антиотмывочного закона в эстонии ввели понятие удаленной идентификации клиентов что тоже конечно же не может не радовать таким образом скажем так через тернии к звездам но вот к началу этого года мы пришли к тому что в эстонии деятельность по обмену виртуальных валют по нашему говоря криптовалют а также услуга хранения виртуальных валют она регулируется антиотмывочным законодательством и требует лицензий это собственно самое главное отправная точка скажем так что могу сказать могу сказать я эту статистику здесь на слайдах не привожу что ранее этот вид лицензии он касался обмена исключительно фиатных валют и вот эти вот обменники валютные да они также регулируются эстонской финансовой полиции их было там несколько десятков с того момента как приняли новый закон это данные состоянию наконец апреля появилось порядка ста тридцати новых лицензированных участников рынка вот именно с вот этими вот лицензиями то есть данная тематика пользуется спросом людей привлекает в первую очередь безусловно иностранных инвесторов то что данная деятельность каким-то образом регулируется и у них есть как бы некая индульгенция в первую очередь в отношениях с коммерческими банками то есть они не какой-то самодеятельностью занимаются они являются лицензированными сервис провайдерами с вот таким фолиантом амл кей васи процедур их соответственно можно расценивать серьезно и никакие не не мошенники выполняют такие же фактически амл кей васи процедуры как и сами банки но как бы не все так просто как вы сами понимаете немножко вкратце почему эстония настолько популярна ну тут в принципе несколько причин скажем так не касаясь темы сио потому что это все таки напрямую не является темой моего доклада могу сказать что у нас тоже есть опыт проведения и сио но конечно же там все гораздо сложнее поскольку как тут коллеги предварительно довольно таки обстоятельно разъясняли если речь идет но так называемый security токене то в игру вступает наш финансовый регулятор а это не финансовая полиция это у нас называется финансовая инспекция аналог fsa европейского любого другого и у них конечно более тяжелый подход то есть там соответственно потенциальные организаторы сио который выпускает security токена он тут же рискует попасть под инвестиционные законодательства со всеми вытекающими это нигде в законе не прописано есть просто рекомендательные письма от регулятора если такие письма есть то к ним лучше прислушиваться поэтому несмотря на все вот это вот и все тоже имеет место быть у нас там порядка по моему 10 или 15 проектов собрано довольно таки много денег для нашей маленькой страны не буду врать сколько с переменным успехом что-то из этого живет что-то обвалилась после сбора средств буквально но это как и обычно так вот собственно что же привлекает тех кто хочет заниматься крипто связанными услугами в эстонии ну во первых членство в евросоюзе соответственно все плюсы и минусы этой большой организации второй очень немаловажный пункт на мой взгляд это электронный документооборот то есть я не знаю какой у присутствующих опыт в отношении со своими государственными структурами ну я знаю что в россии например это далеко не так просто и порой требуется там такую кучу бумажек собрать прежде чем получить какое-то разрешение в эстонии все это делается в электронном виде с помощью удостоверения электронного так называемой эстонской иди карты для иностранных инвесторов это соответственно и резиденции карт аналог и эта карточка позволяет пользоваться всеми государственными услугами в электронном виде то есть вы получаете там свои пены пароли и буквально там вставили в card reader и подали налоговую декларацию кто хочет поженился кто хочет проголосовал за какую-то партию на выборах и так далее то есть весь спектр услуг в принципе решается электронным путем есть еще более интересные штуки я например айди карты не пользуюсь я пользуюсь мобайл айди я по телефону прям все вещи решаем не так удобней но бизнес климат более менее стабильно понятные за счет как раз таки членство в евросоюзе опять-таки программа электронных резидентов я думаю что кто-то об этом наверняка слышал но если так вкратце говорить эстонское правительство вышло с такой инициативой что всем иностранным инвесторам которые хотят иметь скажем так простое дело производства для того чтобы начать какой-то либо бизнес предлагается выбирать эстонию в качестве юрисдикции за счет того что они могут удаленно управлять своей компании это довольно таки удобно с помощью вот тех самых айди карты или карты резидентов которых я говорил ранее но относительно могу сказать что довольно таки приемлемое налогообложение минусы конечно высоких социальных налогах но плюс в том что налог на реинвестированную прибыль равен нулю ну то есть если вы какой-то профит заработали дивидендами не вывели то налогом это облагаться не будет если вы потом решили реинвестировать это в продолжение бизнеса ну соответственно это новые виды лицензий для деятельности связанных с обмен связанных с обменом криптовалют и мл законодательства в части удаленной идентификации клиентов это конечно важный момент вот здесь я немножко нарушил картинку мне до этого все были слайдами на английском тут такая виде исключения схемка на русском ну я поясню как в принципе каким образом вообще может работать крипто обменный сервис на базе эстонских лицензий то есть тут мы видим что у нас есть в центре всего эстонская компания с этими лицензиями у нее соответственно свое айти решение как мобильные так и десктопные у нее соответственно есть интеграции с необходимыми блокчейнами но в данном случае bitcoin как пример у нее есть интеграция с партнерскими спида здесь вот именно так сказано не банки а пи спи ну и соответственно все фиатные вытекающие из этого услуги которые она может предоставлять через партнерский пи спи ну тут же конечно дополнительно опции можно выпускать к брендинговой карты и так далее то есть в целом вот все вот так вот это вот выглядит схема красивая не единственная сложность здесь по большому счету заключается в первую очередь вот в этом месте а именно взаимоотношениях с провайдерами финансовых услуг назовем их в данном случае пи спи почему я банки опустил сразу скажем так скажем так вывел за скобки более корректно звучит потому что есть сложности с банками не так просто открыть банковский счет не так-то просто и в пи спи открыть в банке уж тем более то есть в чем преференции в данном существовательской компании в том что обладая этими лицензиями и обладая определенным регламентом а м л к в оси процедур вы приходя в банк или в пи спи вы можете им объяснить на каких принципах и условиях вы обслуживаете клиентов каким образом вы выбираете клиентов поскольку даже вот у этой лицензированной компании то чем грил дмитрий должен быть так называемый risk based approach то есть вы вы должны сформулировать свой аппетит риска скажем так вот немножко коряло звучит ну так это называется в законе соответственно вы дифференцируете ваших клиентов по степени риска вы определяете то каким образом вы идентифицируете вернувшись назад плюсик то что можно это делать удаленно вы определяете каким образом вы верифицируете этих клиентов каким образом вы мониторите их транзакции каким образом вы скрините их транзакции то есть это все в принципе звенья одной цепи но с немножко разными нюансами вот приходя вот со всем этим набором данных в финансовые учреждения вам конечно же гораздо проще найти общий язык с этим пи спи или банком потому что вы говорите вот так мы открываем счета вот таким клиентом счета кроме вот так вот мы следим за их транзакциями таков у нас уровень комплайнса и вы на любой практический вопрос в состоянии дать практический ответ собственно это то что волнует банк в первую очередь вот это вот наверное основной плюс того что что дает лицензированная компания по обмену криптовалют потому что ну если так чуть-чуть отходить от темы все понимают что глобально куда движется весь этот рынок да мир дикого запада так или иначе проходит и это время безвозвратно уже утеряно на мой взгляд к счастью потому что чем чем более понятное регулирование в сфере криптовалют у нас будет тем тем более эффективно в конечном счете вся эта криптоэкономика будет работать но это вот мое такое личное мнение можем на этот счет потом подискутировать или поспорить как бы то ни было европейский союз в принципе уже дал вектор развития и так или иначе все страны более-менее к этому подтягиваются вот речь шла о новом мальтийском законодательстве гибралтарском о том как к этому подходит швейцария о том что например британский регулятор позволяет работать с криптовалютами более того у них конечно большой плюс что у них есть так называемая песочница где крипто провайдер может сам пробовать какие-то новые варианты услуг сервиса и ничего ему за это не будет как говорится как бы то ни было что что вообще в принципе может делать крипто обменная платформа прошу сразу учитывать такой момент что это не крипто биржа это не marketplace в том смысле что мы покупая криптовалюту 1 в то же время находим на стороне кто столько же продает а потом сводим их друг с другом нет вот это как раз таки моментик проблемный потому что подобная услуга уже может квалифицироваться как платежная услуга и она может требовать получения специальной платежной лицензии будь то лицензия платежного института или лицензии института электронных денег поэтому речь идет исключительно о том что у вас как у крипто обменной платформы в том или ином виде выстроена система которая позволяет вам иметь и пополнять вашу крипто ликвидность с помощью которой вы торгуете с вашими клиентами то есть у вас клиент делает запрос заявку на покупку криптовалюту вы ее продаете от себя они являетесь посредником данном случае вы соответственно можете предлагать этот сервис как частным лицам клиентам так и корпоративным клиентам в принципе в дальнейшем этот бизнес вообще может приобретать более широкие масштабы вы можете в этом смысле как бы так по-русски сказать white лейбелить ваши услуги на более серьезном уровне для крупных скажем так заказчиков то есть частности что вы можете перепродавать это безусловно ваш амель кей васи то есть во первых механизмы которыми вы сами обладаете во вторых это могут быть какие-то внешние провайдеры в части ml кей васи агентом которых вы являетесь но у нас наверное ну вообще не у нас а в принципе все все знают да что последнее время много появляется так называемых рек тех провайдеров вот в частности мы с решили посотрудничать с одним эстонским стартапом который предлагает верификацию клиентских данных а именно определение подлинности документа и совпадение лица на документе с живым лицом аппликанта я бы сказал так ну и в частности там есть еще ряд сопутствующих сервисов все это интегрируется в эти решения вплоть до возможности проведения видео интервью и в принципе обладая вот этим вот ноу-хау вы в состоянии эту услугу перепродавать допустим каким-то крипто хипстером кто не имеет представления о том что нормальная мель кей васи себя представляет помимо прочего вы можете предлагать например услугу транзакции в криптовалютах для компаний которые этого сервиса не имеет но в данном случае это соответственно смогут быть как раз таки участники финансового рынка в том числе те же самые платежные институты или институт электронных денег и соответственно оборот в какой-то мере но здесь как я уже говорил есть свои нюансы вы можете для крипто энтузиастов предлагать услугу фиатных транзакций тут есть ряд сложностей поэтому не все так просто одним словом вы можете работать как как простой крипто обменный пункт только в виртуальном мире точно такой же валютный обменник как где-нибудь здесь возле метро но только в интернете и который предлагает не рубли на евро а например биткоины на евро также вы можете это предлагать не только физическим лицам частным лицам но и компаниям и есть еще ряд таких вот более широких решений для крупных игроков это функционал касающийся фиатных транзакций в том числе и карточного эквайринга то есть покупка криптовалют за карту это соответственно функционал который поддерживает выпуск карт ну и ряд интеграции с третьими сторонами без которых никуда не обойтись все это решение у нас работает на базе конопусовской платформы которая как раз таки разработана в первую очередь для платежных институций электронных денег и вот мы сейчас это дело все адаптировали под нужды криптообменника по сути пришлось просто напросто очень сильно вырезать функционал в части именно фиатный поскольку слишком много столько скромному криптообменнику не надо и сейчас мы что называется это дело все допиливаем чтобы ближайшее время уже непосредственно выйти в лайв но как бы все это работать будет примерно вот так то есть веб-сайт с возможностью регистрации сайна по инфографика соответствующая как примерно такой чисто абстрактной того как может это все выглядеть с точки зрения клиентского кабинета и собственно вот это вот вся история она у нас надеемся что совсем ближайшее время заработает и по такой же в принципе логике эта история может заработать у вас если если есть желание постольку поскольку возможности есть